Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емель и сегодня мы с вами будем кушать блюдо из кавказской кухни. Называется оно Аджаб Сандал и внизу в инфобоксе вы можете найти рецепт на Айкуке, так что переходите и смотрите обязательно. Потому что готовится очень быстро, просто нарезал и сварил. Все, готово. Мне кажется, справится прям любой человек с этим блюдом. Даже я. Но очень сочно, очень такой вкус, прям вкус лето. Когда мы были маленькие и мы жили очень бедно, мама готовила это блюдо без мяса. Его можно готовить и без мяса. И мы все равно обожали его. Даже без мяса. Я помню, папа в те времена работал проводником. И мама готовила какие-то мясные блюда только когда папа дома. Потому что папа всегда ругался, что готовь блюда из мяса, чтобы мои дети были сыты. А мама всегда думала о том, что... Нужно копить, нужно покупать дом. Зарплата была небольшая. Но несмотря на это, они все-таки купили дом, причем большой. И в те времена я была ребенком. Но реально мы жили очень бедно, очень скромно. У меня были всего одни брюки, которые я носила в школу каждый день. А в субботу и воскресенье мы эти брюки стирали. И вы знаете, в те времена мне не было обидно за это. Потому что не было соцсетей. Я, если честно, думала, что все живут так. Потому что в нашем окружении реально все жили так. Я думаю, что с появлением соцсетей... Когда люди выпячивают просто свое богатство... Как они круто живут. Где они отдыхают. Даже что едят. Все показывают. Мне кажется, это немножко изменило нас. Изменило даже детей. Которые уже во втором классе хотят айфон. То есть, хоть мы жили очень бедно, я не чувствовала себя ущемленной. Я не чувствовала, что у меня чего-то нет. Я просто не видела, как люди живут. Мне казалось, что мы живем. Это прям вау. Привет, Айка. Что бы ты сделала, если твоя дочка сказала, что хочет сделать себе татуировку или пирсинг? Я к татуировкам отношусь замечательно. И я это говорю на полном серьезе. Я не считаю, что это что-то ужасное. Но если это все дело в меру. Я увидела девочку в инстаграме. И у нее прям целая рука. Не то, что там что-то нарисовано. Она просто закрашена. Представляете, рука вот отсюда до сюда. Просто закрашена черным цветом. И она что-то делала с вочи. И показывала оттенки теней. И даже на руке не было видно оттенков. Потому что рука прям черная. Мне кажется, все должно быть без фанатизма. То есть, если даже ты пьешь, опять же, без фанатизма. Если куришь, опять же, смотря что ты куришь. Мне кажется, самое главное понимание друг друга. Вот мы, например, с мамой очень хорошо друг друга понимаем. Но не всегда так бывает. Иногда родитель и ребенок мыслят по-другому. Я всегда, например, думаю, а вдруг у меня будет дочка, с которой мы будем мыслить совершенно по-разному. Мне реально иногда становится фигово от таких мыслей. Например, у меня дочка. И она не хочет семью. Она хочет всю жизнь путешествовать. Хочет, не знаю, заниматься каким-то опасным видом спорта. Мне хочется, например, ее уберечь. Она огрызается и наоборот ссорится со мной. Вот реально я не знаю, что бы я делала в такой ситуации. И поэтому я не хочу много детей. Во-первых, потому что проблемы детей это твои проблемы. Ты не можешь просто сказать, лишая их сам, я не при делах. Когда у меня, например, в жизни было какое-то расставание с парнем, моя мама вместе со мной сидела и плакала. Когда у меня были какие-то удачи в жизни, она вместе со мной радовалась. Я навсегда знала все мои секреты. Ну, не прям все, но знала. Иногда я думаю, вот, например, у меня дочь или сын, и мы совершенно по-разному мысли. Ты же не можешь своего ребенка просто взять и вычеркнуть из жизни. Хорошо, когда родители гордятся своими детьми. Они, наоборот, стыдятся. Я, ребята, вот так вот в сторону убираю лук, потому что с луком это блюдо очень вкусное, но прям вот так вот кушать лук я пока что не могу. Для меня это не очень вкусно. Вот это все лук. Я убираю в сторону просто и ем все остальное. В общем, как-то так. У меня, например, бабушка рассказывает, что в их времена во время войны нельзя было делать аборты, потому что после войны очень много людей погибло. И государство нуждалось в новых людях за то, что ты сделала аборт и могла просто получить срок. Представляете? Я говорю, кто бы узнал, что ты сделал аборт. Так, говорит, докладывали. Поэтому были подруги у бабушки, у которых по 10, по 12 детей. И бабушка говорит, вот у меня 7 детей. Я очень рада этому, потому что каждый ребенок, все его проблемы ты переживаешь через себя. Каждая его неудача тебя ранит. Например, когда мы были маленькие, мой отец хотел еще одного ребенка, чтобы у него было два сына и одна дочка. Мама была против, потому что и в те времена они жили очень бедно. Мама говорила, я не знаю, я смогу ли дать образование, не знаю, кров вот этим двум детям. Зачем нам еще третий? Но папа прям искренне хотел. Хотя, когда я родилась, он конкретно расстроился, он хотел сына. И врачи тоже говорили, что будет сын. А получилось я. Но я девочка. И папа с тех пор мечтал о двух сыновях. Я честно не могу представить, что у меня еще есть один брат. И может быть, они сделали правильно. Я бы вот тоже двоих, может, одного ребенка. Хотела бы. Если есть желание, почему бы нет? Но я как бы считаю, что ребенок – это большая ответственность. иногда смотрю передачи как прямой эфир. Как пусть говорят там. Оставила детей двух несовершеннолетних. и пошла, например, на работу. Жалуются, что никто не помогает, но детей уже двое. Что касается тату, моего брата три. Нет, две татуировки. И он как-то мне позвонил и говорит, что, Айка, я хочу набить вот так вот всю руку. Рукап. Что ты думаешь по этому поводу? Я ему сказала, что подожди немного, не надо, подумай, пожалей родителей, потому что родители как-то болезненно к этому относятся каждый раз, когда он набивает себе татуировку. У меня у папы вообще истерика. Он говорит, ну зачем? У меня нету татуировок, и я не хочу. Вот говорят, когда набиваешь одну татуировку, ты потом не можешь остановиться и набиваешь вторую, третью и так далее. Я вам могу сказать, что это реально так. Вот брат набил одну, у него вот здесь какая-то такая штука, собачка. А, нет. Нет, нет, не собачка. Лев. Лев с крыльями, прикиньте, внизу там что-то написано. Вот. И я понимаю, что с каждым разом он хочет все больше и больше места заполнить татуировками. я видел там на передаче на какой-то парень сделал себе татуировки в глазное яблоко. Представляете? Это же ужас. у меня среди подруг и среди знакомых вообще нету ни одного человека, у которого у которой девушки, да, есть татуировка. Но опять же, это неплохо, когда в меру. Что угодно хорошо, когда в меру красиво и сделал профессионал. Я думаю, так. В общем, на этом все. Мы с вами покушали. Время сейчас 12. И мне захотелось снимать для вас мукпанк. Не просто так. Я смотрела мукпанк в Айте, даже просмотрела три ее видео и вдруг что-то мне захотелось тоже снять. Я такая у мамки спрашиваю. Мы же все равно снимали рецепт. Давай я сниму еще и мукпанк. На этом все, мои хорошие. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки и подпишитесь на мой канал, если вам не сложно. Всех очень сильно люблю. Целую. С вами Black Emery. Пока.